Всем привет! Я Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам, какой фильм знаменитого режиссера Альфонса Куарона провалился в прокате, как восприняли критики главную эротическую сцену в этом фильме и все-таки каков же настоящий смысл этой картины. Мексиканец Альфонса Куарон – один из главных ведущих режиссеров современного кино, обладатель множества кинонаград и двух Оскаров за гравитацию и рому, активно работает в коммерческой индустрии и в то же время является самобытным автором, сумевшим сохранить свой оригинальный почерк. Помнит ли кто-то, что в далеком 1998-м его вторая картина в Голливуде «Большие надежды», снятая по произведению Чарльза Диккенса, не собрала кассу и прохладно была встречена критиками, по сути явилась причиной возвращения режиссера в Мексику. В 2016 году на международном Нью-Йоркском кинофестивале Трайбека режиссер охарактеризовал «Большие надежды» как полностью провальный фильм. Он сожалел, что взялся за него, хотя тогда со своим оператором Эммануэлем Любецки они решили принять вызов и, по словам режиссера, компенсировать отсутствие сценария визуально. Со временем после релиза на цифровых носителях фильм окупился, был вновь переосмысленен и даже стал основой для научных работ. Давайте разберемся, так ли плоха была эта экранизация. Главной особенностью фильма являлось то, что викторианская болотистая Англия времен Диккенса была заменена на Флориду, а Лондон на Нью-Йорк 90-х. Мальчик-сирота Финн, а по книге Пип, однажды получает приглашение посетить старинное имение, где знакомится с племянницей хозяйки Эстеллой, которая разобьет ему сердце. Взрослого Фина играет Итан Хоук, кстати, альтер-эго другого прекрасного американского режиссера Ричарда Линклейтера, который полностью раскрыл его романтический потенциал в независимом кино. Сегодня свой типаж интеллектуала, который тянулся за актером еще с детства, из исследователей и общества мертвых поэтов, он чередует с ролями в кассовом жанровом мейнстриме. Итак, Диккенсовский кузнец превращается в фильме в рыбака и художника. Гвинет Пелтрой в роли Эстеллы знаменует расцвет своего творчества. Тогда, к 26-ти, она снялась сразу в нескольких успешных картинах. В 2007 Эмма осторожно, двери закрываются. Позже получила Оскар за влюбленного Шекспира, успела расстаться с Брэдом Питтом и пострадать от домогательств Харви Ванштейна. Ее Эстелла изящна, соблазнительна и неуловима. Бетонируется каст тяжелой артиллерии в лице Роберта Де Ниро Ластига и великолепной голливудской дивы Энн Бенкрофт в образе мисс Динсмур. Никогда не забыть ее миссис Робинсон из выпускника. А теперь как же снят фильм? С точки зрения изображения событий, надо отметить особенность, которую акцентирует режиссер в самом начале фильма. Закадровый голос Фина сразу объявляет нам, что он не будет рассказывать историю так, как это произошло, а расскажет так, как помнит. Таким образом, повествование яркими вспышками самых сильных чувств в воспоминаниях оправдывает разные по стилю съемки эпизодов. Детализированный мир таинственного особняка, наполненный чувственностью поцелуя фонтана и, конечно же, долгий прекрасный план Фина под дождем. Манеру изложения в фильме тогда сравнивали с рекламой дорогого парфюма. Но сегодня в ней мы уже четко видим приметы будущих работ творческого тандема. Эммануэль Любецкий уже тогда полюбил снимать без дополнительного освещения голландские углы, долгие и крупные планы и живую камеру, незаметно переходящую в субъективную. Куарон наполняет изображение зеленым цветом, который, кстати, в Мексике символизирует надежду, и музыкальными хитами 90-х. Тори Амас специально пишет песню для фильма. Впечатляющие художественные портреты были сделаны специально с актеров до начала съемок итальянским художником Франческо Клименте. Куарон хотел также включить в фильм и социальную сторону, классовое сознание, которое есть у Диккенса, и также сделать Эстеллу более самостоятельной и успешной бизнес-леди, но студия не дала ему это сделать. Режиссер воплотил свои идеи уже на родине, в своем следующем триумфальном фильме «И твою маму тоже». Кинокритики постоянно отмечают, что сценарий Глейзера был сосредоточен почти исключительно на теме безответной любви и эротической одержимости героя. Действительно, в 90-е годы это была одна из ведущих тем кинематографа – «Основной инстинкт», «Непристойное предложение», «Горькая луна». И если рассматривать картину с этой точки зрения, то она, безусловно, уступает во многом вышеупомянутым фильмам. Куарон считал, что невозможно снять современный фильм по книге о влюбленных молодых людях без сцены секса. Но решает он эту сцену по-своему. Так особенно наполнена интенсивной чувственной эротикой сцена написания портрета Эстеллы. Ее, кстати, постоянно ругали за искусственность и манерность. Но в контексте она все же оправдана. Так автор образно сравнивает процесс творчества с получением высшего наслаждения при слиянии тел, фактически без такового в кадре. Поговорим о смыслах. Тема любви и одержимости объектом – это всего лишь внешняя сторона повествования. Историю Фина можно рассматривать глубже. Ее можно интерпретировать как путь и инициацию художника. Герой, которому дан талант и право им распоряжаться по своему усмотрению, встречает на своем пути три значимые препятствия. Судьба в образе старой сумасшедшей обманутой мисс Динсмур. Она видит талант, но готовит и предрекает страдания из-за постоянной тяги и невозможности обладать прекрасно. Вторая фигура Ластик. Благодетель, ценитель таланта и искуситель в одном лице. Вначале пугает, требует выкупа, затем играет важнейшую роль в жизни художника, открывая возможности и тайно направляя и сопровождая его к цели. Он поддерживает горение творческой личности, облегчает достижение цели, но и ускоряет неминуемое падение. Де Ниро в финале «До боли» внешне напоминает дьявола из «Сердца ангела» Алана Паркера 1987 года. Это, возможно, также подтверждение того, куда ведет дорога благих намерений. И, наконец, само вдохновение в образе Эстеллы, которое непостоянно, его невозможно удержать, приручить, обуздать и контролировать. Так Фин, проникнув в таинственный сад желания, соприкасается с красотой и находит понимание прекрасного, которое будет постоянно сопровождать и терзать его. Он обретает ожидания и надежды, которые рухнут, так как путь, который он изберет, первоначально ведет к разочарованиям. Его ждут неизбежные потери, которые сделают его, наконец, настоящим. И в итоге к нему придет осознание самого главного. А на этом у меня все. Приятного просмотра. С вами была Ольга Сергеева. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение.